Тут это, недавно видос видел про видеокамеру от сотового телефона. Ну вот, я показываю, в руках ее держу. Там один чудак утверждает, что эта видеокамера это микросхема памяти. Ну типа, сунешь микросхему, как вот такую симку, ну то есть вместо симки сунешь видеокамеру и будешь на нее там запоминать, записывать. А вот настоящая микросхема памяти. У некоторых таких микросхем памяти даже было раньше кварцевое окошечко. И вот некоторые клоуны утверждают, что через это кварцевое окошечко можно получать видеоизображение на микросхему памяти и там типа считывать, распечатывать. Все это фигня на самом деле. Вот никакая видеокамера не станет вам симкой и не сможет ничего запоминать. Знаете почему? Потому что несмотря на то, что в ней есть матрица транзисторов, это матрица фототранзисторов. А в таких микросхемах, в этих вот чипах памяти, да, в настоящих, там эти транзисторы, хотя и подвержены лучам, и раньше в таких микросхемах с помощью ультрафиолета стирали информацию, они все-таки никакие не матрицы и не видеокамеры. Хотя это настоящая память. И даже тут можно было с помощью маски записывать информацию. В такую вот микросхему оптическим способом информацию не запишешь. У нее есть специальные выводы. Ну и все вы знаете, это симка, настоящая память. И вот это настоящая память. А эта матрица фоточувствительных элементов, она похожа на обыкновенный вот такой вот светодиод. В нем тоже есть транзисторы. Это что, я сейчас значит угораю? Типа светодиод это микросхема памяти. Ну там же типа транзисторы есть, они запоминать могут. Я думаю, следующим вариантом этого клоуна будет объявление, ну если он объявил видеокамеру микросхемой памяти, то он еще объявит микросхемой памяти экран сотового телефона или вашего телевизора. В общем, ржу не могу.